привет привет так за сегодняшний день снова наша рубрика пополняется такими вопросами как почему несколько девочек у меня спросила почему значит бывают трещины на трубочках о чем это что я имею виду вот такие вот штуки вот если видно вот трещинки на трубочках о чем это говорит это говорит о том что трубочка не досохла то есть она для работы еще влажная она еще не дошла до кондиции то есть ей нужно еще побыть в пакете либо на свежий либо на свежем воздухе немножко но я если допустим вижу что у меня трубочка еще не готова я могу их открыть и чтобы они у меня там допустим с полчасика полежали на свежем воздухе после обработки это имеется ввиду обработка то есть я обработала лак плюс вода или у кого-то может быть пропитка я пропитком никогда не пользовалась у меня лак плюс вода и так значит это первый момент почему может быть почему могут быть вообще такие трещины значит первое это недосушенная трубочка то есть вы не досушили начали плести и она вот так вот начала рваться вот это первое второе значит что может быть может быть еще такое что вы трубочку пересушили то есть пересушили это значит что она ну лопает то есть сильно твердая трубочка и она начинает лопаться вот но чаще всего это именно то что трубочка не готова и второй момент это может быть еще то что обработка то есть лак плюс вода допустим моем случае до лака было мало то есть если я обработала с меньшим количеством лака то сама пленочка которая должна вот здесь вот образоваться она слишком тонкая вот и получается что когда вы начинаете накручивать трубочку либо там плести то сама трубочка лопает лак не удерживает ее на месте вот вам пример трубочки которая уже готова к работе то есть никаких трещин то здесь нет ее можно выставить на место и вот она становится вот еще пример вот вот еще пример вот темный цвет тут лучше видно то есть мы ее выравниваем она становится на свое место это говорит о том что трубочка готова к работе они мягкие и пластичные то здесь нужно смотреть девочки то есть нету такого что ну достаньте с пакета не бойтесь достаньте с пакета попробуйте если вы его так вот накрутили видите что она начинает лопаться то оставьте на месте пускай они лежат пакете там до завтра например ничего страшного бывает такое что ну если нужно высушиваете и обрабатываете еще раз то есть это ну да это бывают такие моменты что лопают ну в работе это нормально нормально ты от этого никуда не денешься но нужно стараться делать так чтобы трубочка реально была готова оставьте не спешите оставьте ее там на сутки в пакете ну понятно дело можно ворошить то есть можно можно пользоваться можно просматривать подходить крутить вертеть трубочки то есть мы говорим на данный момент что трубочка не готова к работе по причине того что она не досушилась то есть лак пленочка на трубочке не сделала свое свойство она плохо покрылась и плохо взялась то есть принялась такие трубочки нужно оставлять в пакете и чтобы допустим вы сегодня обработали дам то на завтра можно будет ими плести периодически можно открывать я например периодически могу открывать пакет до чтобы они там на 10-15 минут подышали воздухом то есть быстрее схватился лак если кто-то видел у меня на канале есть обработка трубочек у меня там я показывала о том что после обработки лак плюс вода да да я ставлю на сужилку мне такая есть и чтобы хорошо воздух проходил между трубочками хорошо он впитывал салак хорошо водичка впитывалась то есть когда я вижу что уже все готово то есть только тогда я начинаю ими плести я не спешу я ну не ну не тороплюсь потому что вот такие вот моменты это очень очень плохо потом на изделии вот у меня трубочка была обработана сегодня днем я оставила на воздухе и и и просто подходила пробовала трубочку то есть чтобы главное чтобы она внутри не пересохла воз ну водичка сильно быстро не испарилась но и вверх чтобы трубочки был хорошо ну хорошо взял салак и вот вам вот я выравниваю трубочка становится на место вот то есть о чем это говорит это говорит о том что у меня трубочка обработана правильно и она готова к работе то есть таким образом ну я могу не переживать что у меня там будут трещины что я делала я обработала как всегда лак плюс вода в обработке в пропорции один к одному и после того как я обработала я их вот так вот парну вот так вот я их разложила разложила и все и только подходила их ворошила ворошила и если я ну чувствую что у меня уже как гладенькими они становятся да то есть и а трубочка мягкая я их заворачиваю в пакет и все и в пакете их оставляют до того пока вот этот кончик вот он у меня не высохнет то есть то там где я буду наращивать то есть этот тут я не обрабатываю потому что все равно это обрезается вот и все то есть основная причина и проблема трещин это в том что трубочка не готова к работе то есть она достаточно недостаточно побыла в пакете или вот как моем случае на свежем воздухе то есть я их держу периодически подхожу и щупаю и трогаю вот то есть не спешите может еще вариант как бывает допустим не вот срочно нужно плести что в таком случае делаю если я вижу допустим да что она ну почти готова но вот мы не совсем я беру фен и и феном я подсушиваю при этом я тоже проверяю там какую-нибудь одну трубочку экспериментальную возьму и начинаю проверять то есть насколько готова сама трубочка то есть не бойтесь экспериментировать это нормально что появляются трещины у меня в свое свое время тоже этим за это переживала всегда думала на почему уж на почему уж ну видите а вот у каждого смотри у каждого свой будем так говорит метод обработки метод подготовки трубочек у меня такой я пользуюсь так обработала оставила на воздухе периодически ворошу их то есть на сушилке и подхожу проверяя если вижу что вот она уже такая вот приятно гладенькая но и мягенькая внутри все быстро заворачиваю их пакет и оставляю до того пока высохнут вот эти вот кончики все вот это мой основной принцип мои ну мои правила я так работаю я не знаю как у других мастеров как они пользуются но я пользуюсь так обработала на и повторюсь еще раз обработала оставила на свежем воздухе на сушилке и и периодически подхожу их ворошу и проверяю саму трубочку чтобы она была такая вот уже глади гладенькая и и беру вот так вот трубочку то есть смотрю ага еще рано то есть можно оставить ее пускай они еще чуть полежат все в пакет ну и желательно конечно плести не сразу а хотя бы сутки то есть сегодня обработали завтра плести все и тогда у вас трубочки будут вот такие мягенькие податливые и без всяких там проблем спасибо что задаете вопросы девочки я думаю новичкам будет полезно если что-то будет непонятно задавайте еще раз вопрос и я постараюсь вам объяснить как-то более подробно более ну хотя уже не знаю насколько подробно объяснить но это нужно девочки самим пробовать и экспериментировать я подсказала как я делаю может у вас получится я конечно это очень надеюсь вот кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь рекомендуйте буду очень рада если возникнут еще какие-то у вас вопросы по поводу плетения работ и всего остального задавайте вопросы будем пополнять нашу рубрику почему а так всем спасибо девочки пока пока